UFC И уже дело за UFC, как этого бойца подписать к себе в организации Чаще всего это хорошо получается UFC вкладывает много ресурсов, например, в таких бойцов, как Эдди Альварес или Джастин Гейджи Которые незамедлительно отправдывают вложения и располагаются на верхних строчках рейтинга дивизиона Действуя таким образом, они могут даже выкупить весь промоушен или множество контрактов из промоушена Но бывает и исключение, как и в любом другом спорте Есть бойцы за полученные UFC, которые плохо продают бои, не подходят или просто подтверждают Что место в такой большой организации не подходит для них, несмотря на успех в более мелких промоушенах Во времена его выступления в Беллоторе Гектор считался лучшим средневесом мира, помимо Андерсона Сильвера Дело было в том, как он отправлял своих оппонентов на канвас С кем он дрался, как он жестоко останавливал бойцов одного за другим У него был хороший греблинг, хорошая ударка, чтобы посылать соперников на пол одним ударом И он был очень зрелищным бойцом Гектор пришел в UFC в 2012 году, будучи очень распиаренным бойцом Публика считала, что он будет на пути к бою с Сильвой, после его разминочного боя с Тимом Ботчем Но вместо этого всего он близко проиграл Ботчу, провел еще несколько боев в 185 Перед тем, как спохватиться, перейти в полусредний вес Это безумие, думать, что он был тем же бойцом, который привлекал интерес к Беллотору на протяжении долгого времени Но как только он попал на серьезных бойцов, он сдал На данный момент он проиграл 6 боев подряд и не выиграл ни одного боя за 4 года Неприятно включать его в этот список, поскольку на протяжении многих лет Вандерлей Сильва был одним из самых популярных бойцов И во время его выступления в Прайде он был одним из самых успешных И считался одним из лучших атлетов, которые когда-либо выступали в ММА Однако поздний период его карьеры немного подпортил представление о бойце Ввиду его проблем с запрещенными препаратами и другими неприятными вещами Его поход в UFC в эти же времена ничем особо не исправил ситуацию Сильва в 90-х годах имел рекорд 1-1 в UFC перед тем, как поехать в Японию, чтобы стать легендой В 2007 году он вернулся в промоушен и сразился в одном из самых зрелищных поединков в истории спорта Против Чака Лидела Вандерлей потерпел поражение в этом бою Он закончил свою карьеру в UFC запоминающейся победой над Брайаном Стэнном в 2012 году Брукс, наверное, менее известный боец из всего списка, но у него богатый послужной список на победы вне UFC Его попытками добиться славы были защиты титула чемпиона Белла Тора в легком весе И проведение защиты против Майкла Чендлера Он покинул промоушен как действующий чемпион и присоединился к UFC относительно известным бойцом Победив крепкого Роса Пирсона в его дебюте Однако это была лишь одна победа под эгидой UFC После он провел три поединка, проиграв все досрочно UFC недолго с ним возились после этого, к удивлению тех, кто считал его тем, кто добьется определенных успехов в 155 фунтов Он перейдет в ПФЛ в 2018 году и попробует выиграть турнир на миллион долларов Но многие все еще не могут понять, как такой талант не смог проявить себя в лучшей организации мира К счастью для Сильвы, никто в списке не может похвастаться такой карьерой или мифом, которая была у Мирка Крокопа В 2000-х годах он отправлял людей на луну своими ударами ногами, которые размером с дерева Правой отправляю в больницу, левой на кладбище И были моменты в его победах в прайд, когда люди начали верить, что это действительно так Когда UFC была наполнена звездами, Крокоп был главным аттракционом Люди буквально с пеной у рта жаждали того, чтобы Крокоп сразился с чемпионом тяжелого веса Рэнди Кутюра И после его победы нокаутом на Дэйди Санчезом, начало было положено Но не тут-то было UFC приняли решение дать Крокопу еще один бой В этот раз против Габриэля Ганзаги Ганзага наглухо нокаутировал Крокопа ударом ногой в голову И поскольку боги ММА очень непостоянные и вредные Бой с Кутюром сразу же был отложен Кроме того, Хорват больше не смог восстановиться Он снова проиграл и ушел из промоушена, чтобы через пару лет вернуться и неубедительно победить Он закончил с рекордом 5-6, проведя поразительно разочаровывающую карьеру в UFC Будучи топовым тяжеловесом в истории Пожалуй, самый известный бой Гоми прошел в его последнем бою в Прайде Где Ник Диас перебоксировал его и буквально задушил После боя у Диаса были обнаружены следы марихуаны в организме И бой был признан несостоявшимся Но Гоми стал известен Он был адским бойцом все же Он был настоящим налетчиком на сцене японского ММА Имея рекорд 27-2 в его родной стране На протяжении первых 8 лет его карьеры По факту, его единственными поражениями на тот момент были Пиджей Пен и Маркус Орелло Но все же, к тому времени, как он дебютировал в UFC в 2012 году Вы можете заметить, что он был уже не тот Он ничего особо не мог противопоставить Кенни Флориану в своем дебюте И потерпел два поражения подряд удушающим Клею Буиди и Нейту Диазу Он смог выиграть пару боев подряд только в 2012 году Но потом потерпел 5 поражений подряд И в 2017 году закончил свое выступление в организации У него могло бы получиться больше, если бы он начал выступать в UFC раньше Но, как оказалось, он не оправдал ожиданий UFC Еще один боец, который не оправдал ожиданий зрителей Это было настоящей трагедией смотреть на то, как каждый раз Гилберт Мелендес потыкается Гилберт Мелендес совместно с братьями Диаз, Джейком, Шилдсом Считался одним из лучших легковесов в организации Strike Force Гилберт тогда обладал титулом чемпиона мира в организации Strike Force У него была хорошая борьба, стойка, отличная джиу-джитсу И ожидалось, что ничего не изменится, когда он перейдет в UFC Его первым поединком в UFC стал бой против Бенсона Хендерсона И это был тяжелый поединок Гилберт проиграл близким решением, но победу скорее должны были отдать ему Он победил Диего Санчеза в сумасшедшем бою на UFC 166 Потом он постучал, проиграв Энтони Петтесу в бою за титул И с тех пор ни разу не победил Сейчас он спустился в полулегкий вес Надеется вернуться после поражения в сентябре прошлого года Основываясь на том, кем считали его люди в 2009-2011 году Его рекорд 1-5 такой же шокирующий, как и любой другой в этом списке Субтитры создавал DimaTorzok